Друзья мои, начало четвертой финальной фазы войны, которая завершится победой в Украине, произойдет в январе 23-го года. В январе, феврале и начале марта сама Вселенная будет способствовать тому, чтобы победила Украина. И что и произойдет к моменту выхода Марса из петли 16 марта. Теперь к России матушке. В России матушке, как правильно сказал Валерий Дмитриевич, все интересное только начинается. В марте Россия начнет стремительно приближаться к исходной точке петли времени, которая начала свое формирование в феврале 17-го года или в марте 1917-го по новому стилю. А в октябре 1917-го или же в ноябре 1917-го завершила свое формирование. Соответственно, то, что будет происходить в России, будет иметь очень много схожих черт событий на столетии недавно. Итак, смотрите, в марте 23-го года война для России завершилась поражением. Российский суверен поставил на карту все и, как говорится, проиграл. Для окружения, близкого и дальнего окружения. Он неудачник, он аутсельник. Он, прежде всего, потерял тот источник силы и сократности. Принцип антиудачи в действии. Это та самая антиудача, о которой я вам рассказывал, обряд был проведен в декабре 21-го года. 23-го марта начинается первая ингрессия Плутона-Водолея, которая даст старт к фундаментальной трансформации всей мировой системы. Начнет формирование новой модели, нового мирового порядка. Безусловно, в первую очередь эти изменения затронут все архаичные системы. И Россию, конечно, в первую очередь. Но в отличие от цивилизованных систем, где эти изменения, как правило, происходят эволюционным путем, у нас все будет происходить по самому наивучему сценарию. Ибо русского человека, как мы знаем, история никогда и ничему не учила. Итак, в марте в России начнет разыгрываться сцена под названием «Половецкие танцы скорых». Госсовет к этому времени полностью будет состоять из представителей силового блока и будет контролировать все процессы, происходящие в стране. Роль российского суверена будет сведена в книге. К этому времени, к марту в России, будет уже новый премьер-министр, на которого, прежде всего, поставят, естественно, представители силового крыла, которые с ним связываются в надежду на то, что произойдет относительно спокойный процесс перехода власти от одного человека к другому. И в этом силовой блок опирается на статью 92 Конституции Российской Федерации, которая гласит, когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства. Итак, кто же будет этим председателем правительства? Естественно, с точки зрения рационального, только тот человек, за которым стоит силовой блок. Потому что все остальные российские мини-системы построены по принципу бизнес-модель. И особой роли никогда на те процессы, которые происходили в России, не играли. А теперь мое субъективное мнение, что этим человеком будет Патрушев Плач. Почему? Дело в том, что в российском политике единственный человек, у которого гороскоп феноменально резонирует с гороскопом Путина, это Патрушев Плач. Также сегодня американская газета Washington Post опубликовала статью, что в России все сделали ставку на Патрушев Плач. Далее, безусловно, пророчески написал Владимир Сорокин в своей антиутопии «День отречения». Отцом государя был Николай Платочевич. Я могу предположить, друзья мои, что у всех у вас возникло чувство неприятного смятения. Не столь. События только... Младший басманом, он, кстати, плохо кончен. Да. События, друзья мои, только начинают разворачиваться. И вот мы подходим к тому периоду времени, о котором Марк Захарович обычно говорит «тепленькая паша». И вот мы подходим к ротовому для российского суверена периоду времени. Весенний коридор затмений 23-го года. 20 апреля у нас произойдет гибридное солнечное затмение 129-го Сараса, а 5 мая произойдет полутеневое лунное. Этот период времени означает завершение жизненного цикла российского суверена. Вопрос, который также волнует многих. Как же это произойдет? Итак, фатальная планета, фатальная планета для российского суверена – это Нептун. Нептун связан с отравлением. Это яд. Ну, естественно, человек все проиграл. И все это прекрасно понимает его близкое и дальнее окружение. Естественно, от него нужно как-то будет избавиться. И вот приходит на помощь старый, испробованный способ – яд. Конечно, таким ядом станет не банальная циклута, и не картарелла, и не вода госпожи Топар. Безусловно, нет. И я думаю, что для этого будет использован какой-нибудь шедевр позднего творчества Гриши Майроновского, который до сих пор является непревзойденным худестником в искусстве приготовления яд. Григорий Майроновский, как известно, возглавлял токсикологическую лабораторию НКВД. Так вот, друзья мои, мы отталкиваемся от двух до его рождения. Неофициальный – это 50-й год, и официальный – 52-й год. И там, и там стоит нефтун. Если брать за основу 50-й год рождения, то нефтун находится на его южном узле. Если мы берем 52-й год рождения, то нефтун находится в квадрате Марса. Две даты и один результат. Завершение цикла. Я повторяю, это произойдет либо в самом 1 апреле, либо в мае-мень. Что происходит дальше? В стране, естественно, объявляются досрочные президентские выборы, которые, согласно мунданной астрологии, должны будут обязательно состояться осенью 23-го года. Естественно, страной руководит исполняющий обязанности президента. И, естественно, удачный с этого госсалит. И вот теперь мы смотрим середину лета 23-го года. В середине лета происходит знаковое событие. Лунные узлы переходят на новую ось. Сейчас они находятся на оси телески. Скорпион, и они переходят на новую ось. Один и Си. При этом Плутон возвращается из водолея к озеру. Плутон находится в ретро-движении. И при этом Плутон образует квадрат по отношению к узлам. Это крайне компенсионный период времени. Вполне большая вероятность, что в России летом 23-го года произойдет какая-то техногенная астропа, связанная с ядерами. Ну, например, это атомная электростанция. Самый важный период времени – это середина лета. Середина лета Украина возвратит Крым в Сибирь. С середины лета 23-го года, июля-август, Крым станет украинцем. И теперь смотрите, друзья мои, последняя скрепа рук. Сокрадность Крыма больше не существует. Крым вернулся в родную гавру. Крым стал украинцем. Что же происходит дальше в России? Выборы, президентские выборы после. Дальше, автоматически, сразу, параллельно с этим, происходит революция. Затем начинается распад страны, хаос и гражданская война. И такой период времени продлится как минимум полтора года. История повторяется.